Всем привет! Сегодня поделюсь своим опытом обновления магнитолы TSC 2 Plus непосредственно в машине. В данный момент вы можете видеть, как идет процесс обновления прошивки, но получилось у меня это не с первого раза. Дело все в том, что у меня была флешка на 128 гигабайт USB 3, на которой изначально был когда-то записан загрузчик Linux Ubuntu. И чтобы отформатировать средствами винды в FAT32, у меня ничего не вышло. Форматировал в XFAT, подключал к магнитоле, она видела файлы, но при попытке обновления устройства она выдавала ошибку. Там Android, Error или что-то такое. Поэтому что я сделал? Я вставил эту флешку, подключил к магнитоле, отформатировал ее средствами самой магнитолы, а потом я ее вставил в комп и уже отформатировал FAT32 и залил на нее файлы. Вот, и после этого, собственно, пошел процесс обновления. А подключать в какой разъем USB не принципиально, насколько я понял. Сама инструкция по обновлению достаточно нормально описана на сайте taste.ru. Я лишь отформатировал флешку, скачал архив, подключил устройство. Этот ключ написан либо в настройках, в самой магнитоле, да, когда вы в интерфейсе лазите, либо на торце коробки в одном из углов. Я скачал архив, распаковал все файлы оттуда 7-зипом на пустую флешку. Опять же, подчеркиваю, отформатировал FAT32, не знаю почему, но XFAT это магнитола не хочет кушать. И после этого я подключил свободный USB разъем, все остальные флешки отключил. Вот, и процесс обновления пошел. В данный момент вы сейчас видите первый экран, скажем так, после обновления. То есть первый раз после того, как прошивка залилась. Значит, после перезагрузки обновления, вы увидите такую красную надпись, где написано подключиться к интернету. После обновления настройки у меня не слетели никакие. То есть я заранее включил точку доступа на телефоне. Дальше включаем Wi-Fi. Ждем пока подключится к точке доступа. Вот, и нажимаем в самой форме активацию. Если отсканировать этот QR-код, там будет некий хэш, который, я так понимаю, можно отправить в TAS, и они как-то там, возможно, смогут по этому ключу активировать. Итак, после того, как я форме нажал несколько раз активировать, я увидел такую зеленую штучку. Активация завершена. Нажмите restart. Для тех, кто забыл, чтобы перезагрузить магнитолу, не нужно на вот эти кнопки жать. Само меню находится там же, где вы включали Wi-Fi. Нужно просто пролистать вправо. После перезагрузки магнитола загружается в обычном режиме. То есть, так как обычно уже нет системной информации никакой, появляется знакомый логотип. И вот этот экран, он новый. То есть, здесь есть индикация, когда вы фары передние включаете, когда двигаетесь задним ходом. Также, и среди изменений, мне показалось, что исчезло какое-то мерцание. Об этом, кстати, было написано... Мерцание дисплея самого, конечно же. Об этом было написано, в принципе, в списке изменений. Я его не скажу, чтобы я его замечал, но стало как-то поприятнее все-таки. Аккаунт Google, авторизация не вылетела, так что все нормально, все работает отлично. Вот, на этом, в принципе, все. Давайте сейчас посмотрим. Ну, там еще пару приложений добавили, которыми, в принципе, я не пользуюсь. Давайте посмотрим, стала ли прошивка. И видим, система АПП разрешения 2022-08-25. То есть, в формате EMD. То есть, прошивка встала успешно. Вот, на этом все. Всем удачи, всем пока. Переходите в группу в Телегу. Если есть какие-то вопросы, ссылка в описании. Постараюсь помочь. Счастливо! Продолжение следует...